здравствуйте вы набрали код 812 и это не свежие новости обзор старых петербургских газет петербургский листок за 1893 год сообщает нам следующее гнилая рыба 29 августа в десятом часу вечера с пришедшего из петрозаводска на воскресенскую пристань парохода рабочие живорыбных лавок принимали по накладным кладь и выгружали ее на подводы чтобы увезти в лавке стоявший на посту городовой четвертого участка литейной части данилов почувствовал распространение зловония подошел к рабочим спросил какой товар принимают получив ответ рыбу городовой усомнился в ее доброкачественности почему всю кладь припроводил в управлении участка вместе с рабочими по вскрытии ящиков в них оказались сиги подвергшиеся разложению вследствие нахождения в пути более пяти дней и по осмотре врачом литейной части признаны негодными к употреблению за такое внимательное добросовестное отношение городового данилова к своим служебным обязанностям господин городоначальник назначил ему награду в 10 рублей ну что тут скажешь когда молодец тогда молодец петербургский листок 1894 год несколько дней тому назад по реке большой неве около сального буяна катались на лодке мальчуганы иван кудрявцев 15 лет григорий эльман 14 лет николай евдокимов 14 лет и брат его иван евдокимов 13 лет не умея грести мальчуганы близко подъехали к баркам и лодку их сильным течением начала подтягивать под барки увидя опасность кудрявцев на глубине шести сажений выскочил из лодки и бросился в воду товарищи его перепугавшись начали отталкиваться от барок и добравшись до берега бросили лодку на произвол судьбы и разбежались по домам объявив родителям кудрявцева что сын их выскочив из лодки в воду утонул велико было горе родителей полиция случая этом составила протокол сделала распоряжение розовски тела кудрявцева и привлекла лодочника от египетского моста к ответственности за отдачу лодки малолетним прошло три дня кудрявцева неустанно молились о погибшем сыне и отслужили несколько панихид вчера в обеденный час иван кудрявцев явился домой ваня сынок родимый ты ли это голубчик заговорили в один голос перепугавшиеся и вместе с тем обрадовавшиеся родители я папаша я добрая мамаша как будто там присутствовал при ради бога простите вот тогда бы размолился живой покойник а понятно из дальнейшего объяснения кудрявцева выяснилось что он умеет плавать подтянутый под барки проплыл под водою и по воде до 250 сажений и очутившись на берегу побоялся идти домой просушил в платье в каюте оказавших ему помощь рабочих барки кудрявцев слонялся два дня по городу и только на четвертый день проголодавшись и боясь розыска счет за лучшее явиться к родителям и принести повинную чудесное обретение малыша я бы сказал 15 лет я так себя в нем узнаю вот поболтаться вот этот и этой мисс поболтаться на и от этого ты не виду слушай я очень хотел чтобы сейчас была возможность подходишь к лодочнику берешь лодочку и пока у тебя есть такая возможность только тебя еще сам лодочник за энное количество российских рублей тысячи российских рублей они тысяч сотен радио вот мне кажется что закон наш я сейчас рассуждаю не запрещает тебе ну что-то типа надувной лодки какой-нибудь надуть и вот типа того же египетского моста поплыть туда в сторону буян закон сна дует сразу папа по рекам и каналам петербурге на надувной лодки ну не ну надувной на какой-нибудь другой там на пелочки например мне кажется что можно да мне надо специально мне кажется что это можно в определенные часы там вот утром знаешь как эти на сабах ну да просто я помню что в моем детстве подростковом возрасте мы вот на этих шестивесельных ялах прекрасно ходили и по всем рекам и каналам я не больше у нас было какое-то разрешение у вас не было вы выживаешь у вас был кто-то старше кто ну наверное да он не как разрешение кто наверняка оставлял уведомление какое-то из ну как ну это сильно вряд ли но он по крайней мере просто знал наверное что нужно сказать вообще кто мы и что вы это чему мы здесь прогулках по рекам и каналам я считаю что чего не хватает действительно так это вот этих теплоходе ков но без без гидов вот в тишине у тебя сейчас есть возможность кататься по рекам и каналам либо на катере либо на каком-то мотоцикле этом водном который я бы запретил совсем кстати в черте города я бы действительно запретил вы пожалуйста отъезжайте куда-нибудь какую-то диск акваторию аква дискотеку устраивают на господи ты можешь нанять вот эту безумную дорогой какое-то судно где тебе будет пафосный морячок а вот так чтобы какой-то какой-то вместительный теплоходик за умеренные деньги это просто силу и без всякого ты не просто когда это слева направо справа налево что киншнейдер от без этого но ты же понимаешь что это нарекание от скажем так гостей нашего города будут бесконечные потому что 90 процентов я уверен катаются на корабликах но ежедневно это люди которые все-таки приезжают только 10 процентов кто в общем ну так поехали просто прокатить вот здесь живет так вот для тех кто приехал просто так ездить смысла но они по крайней мере не видят тех кто живет должен быть вариант какой-то я убежден что два раза в день наверняка он будет набиваться полностью людьми я не решение поплавая не думаю я не думаю если вы если вы не думаю если вы петербургской хотите покататься в тишине иметь такую возможность не за не за 10 тысяч рублей в час пишите в кишечке в смольный а потом сначала в комментарии потом в смольный перепишите в комментарии мы передадим с мы в смольном передадим есть свой парень петербургская газета сообщает нам следующую заметку вопрос к домовладельцу захарову кронштадтская мещанка александр беглова по приговору мирового суди 8 участка за кражу выдержана в тюрьме 4 месяца ее вид на жительство сроком на один год оставался у хозяина где она жила то есть у господина захарова имеющего свой дом в семеновском полку поверейской улице по освобождении из тюрьмы беглова явилась за паспортом паспорт этот был ей возмещен сыном господина захарова с надписью на нем что беглова содержалась в тюрьме на это неправильное действие господина захарова она подавала прошение мировому судье 16 участка но господин судья не лично ее жалобы непрошение ее не принял объясняя что она действительно сидела в тюрьме с этой аттестации беглова никто в настоящее время не нанимает и бедная женщина лишена возможности трудом снискывать пропитание как себе так и своему сыну мы слышали что смотритель тюремного замка оставил пока мальчика у себя беглова же отзывается что в ожидании истечения года когда ей переменят паспорт она готова совершить новое преступление чтобы снова попасть в тюрьму теперь мы обращаемся к господину захарову с вопросом какое имел он право писать на паспорте самовольные аттестации какой закон уполномочил его на этот поступок кто вознаградит беглова за гуманную захаровскую надпись лишившую эту женщину возможности добывать себе честным путем насущный кусок хлеба козел вопиющая несправедливость вообще-то да как бы человек да она совершил проступок так она же отдела свои месяца дело все ну как бы и все чем он действительно человек вот кстати говоря когда мы читаем новости очень часто либо штраф человеку да как наказание либо значит если у человека нет возможности выплатить штраф сроки дают там 10 дней 15 дней но дать но для человека который занимается как который пойдем на получает деньги в любом то есть он все он вываливается из вот этой цепочки и обратно ему вернуться он возвращается грубо говоря там он отсидел вот сколько на 4 месяца сидела да она возвращается мне нету ни денег ничего не возможности а он ее лишил возможности заработка дальнейшего я подозреваю там знаете скорее всего была некая любовная интрижка господина захарова с ней вот и за это он ей просто отомстил ну иначе я не могу как сказать зачем он это сделал в чем сакральный смысл его поступка я думаю что против людей просто таких таких козлов много у них вот еще я тебе вот тут вот маловато и дали 4 месяца я бы дал пять ну на тебе вот за корючку причем сам тонн ей паспорт не отдал сына послал испугался козел и трус да все некий кто захар домовладелец причем самовладелись как бы это не из ряда вон выходишь из не из ряда вон просто это местный петербургская газета 1886 год заметка называется из жизни так в болхове какой-то блаженненький забрался на самую высокую из местных колоколин и поднял три звон на весь город в самую темень полуночи хотя вскоре все выяснилось автора этого звона сволокли с колокольни и все увидели что он несомненно блаженненький то есть ему повезло но жители все-таки считают этот звон предупреждением свыше и ждут войны чумы холеры голода и вообще какого-нибудь несчастья а повезло человеку что он все-таки был блаженненький потому что если бы он просто вот так вот пошутил как в школе знаешь выгнали тебя с урока через 10 минут от начала а ты знаешь где звонок например знаю да я тоже знал и ты идешь и звонишь в звонок вот например это примерно такая же это примерно такая же жралась на то что он блаженный его повезло потому что люди не стали его наказывать не повезло что он блаженный слушал но важенненький значит он не просто так звонил значит мы ждем чего войны чумы холеры то есть видишь но все-таки считают этот звон предупреждением свыше то есть как бы но то есть бедные горожане опять же если бы он был нормальный ну поколотили бы его на чем свет стоит и пошли бы по домам в общем дальше спать а теперь-то надо переживать чума холера голод и все это конечно что с тобой был бой я говорю болхов что с тобой будет это конец 19 да это в общем-то не так давно конец 19000 просто так война кстати говоря где у вас последний раз так колокола звонили что у нас происходит петербургская газета за 1887 год проживавший нынешним летом шувалове у чухон пюрзе и кокине ремесленник николай подал мировому судье жалобу на них в котором просил наказать пюрзе и кокине последнее особо женского пола за самоуправство в чем же вы их обвиняете спросил судья обвинителя я сажал на яйца уток господин судья они не давали сидеть моим уткам изгоняли их с яиц два раза объяснил обвинитель николай у меня было бы много утят но по милости их вышел только один утенок этот захерел потому что они не давали уткам досиживать утят достались под уток яйца а уток согнали с них николай сам виноват он не умел сажать уток на яйца и они сошли с гнезд заявила кокине не признавая себя виновной да как же мне было их сажать возразил николай не жену же мне свою было сажать на утиные яйца по неволе утки не высадят утят когда им не дают сидеть на яйцах публика смеялась имея в виду что закон не предусмотрел такого проступка в котором обвиняются пюрзы и кокины судья постановил настоящее дело в уголовном порядке судопроизводством прекратить ну во первых у меня есть вопрос пюрзы и кокины так может это все-таки пюрзы и кокины скорее всего то ты снимаешь дачу уж как повелось у пюрзы и кокины в шувалове так женой и двумя утками и любом какие-то яйца для значит рассчитываешь на то что вы сидят я просто пытаюсь представить себе как эти пюрзы и кокины по ночам сгоняли уток потому что неправильно сажает что там вообще за конфликт не тут же все понятно пюрзы и кокины явно имели виды на этих уток или яйца на что-то то есть можно скорее всего я так думаю что у пюрзы и кокины были свои утки и они по ночам приходили к прекрасному ремесленнику николаю кстати он без фамилии просто николай 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 они без имена они без имен то есть это в принципе ну такой филе то утины и стулья утины и истории от пюрзы кокины и николая дело в том что я думаю что у кокины и пюрзы рыло-то в пушку николай сам виноват он не умел сажать уток на яйца и они сошли с гнезд значит заявила кокины не признавая себя виновной то есть она оправдывалась что он типа не так сажает уток коровое на ее вообще чухонское дело как сажать николаю ремесленнику свою утку на ее же яйца вот тебе какая разница значит что-то там не так вот детективная история пюрзы и кокина я думаю что пюрзы и моя версия что пюрзы и кокина просто хотели помочь николаю но николай не оценил их помощи и посчитал что они вредители санкт-петербургские ведомости 1867 год три недели тому назад в одном городе южной россии разыгралась следующая трагикомедия одна приезжая вдова желая выдать дочь свою забогатого человека часто посещавшего их квартиру притворилась отчаянно больной молодой человек навещая ее по обыкновению застал ее однажды в постели умирающую она обратилась к нему с просьбой призвать священника и адвоката что и было им исполнено вдова дрожащим голосом начала диктовать адвокату духовное завещание в котором передавала дочери два дома в санкт-петербурге подмосковную деревню в две тысячи десятин земли неплохо саратовской губернии двоимения в 11 тысяч десятин земли суконную фабрику в рязанской губернии и 200 тысяч рублей в московском опекунском совете внимание это 1867 год как ни была уродливая дочь мнимой менте кристо но молодой человек соблазнился богатством и в порыве благородного великодушия просил больную благословить его на брак с ее дочерью вдова немного поломалась потом расплакалась и наконец попросила поспешить со свадьбой до заката ее дней через 24 часа они были обвенчаны но увы возвращаясь из церкви нашли на столе записку в которой минимум больная уведомила об отъезде своем в одно из имений причем предоставляла дочь его рыцарской честности оказалось что это была одна бедная барышня провинциалка с дочерью тоже барышню как живут новобрачные не знаем и живут ли вообще видимо живут как сказать сюжет для как сказать пьесы ну да да вы давили я вначале так и пишут что дорогие комедия хотя конечно но его можно понять а как ты хочешь его понимать он просто это же повел повелся повелся на извините меня 2010 земли причем а ежение они 100 2 как все записывают священник тут же во все пишет ага уф я думаю что там и мне кажется там работало о пд я думаю нет я думаю что просто находчивая женщина к наш должна была получается подкупить судью не было вдовой даже ну так я тебе про это и говорю она должна была чему подкупить но как откуда юрист знает и есть что или нет вот она я умираю пришел приходит священник все исповедовал пришел юрист она говорит пиши то все 5 10 завещаю дочери откуда он знает есть и нет это же не не нотариус это было бы были нотариальные завещания приходили к нотариусу со свидетелями со всей тратата не просто есть такие бумаги конца 19 века а было духовное завещание это вот к ней пришел и духовное завещание на составе составляет завещание духовное то есть вот этот молодой человек он выступает в качестве свидетеля вот сюда там не никакая марка не нужна ничего все написала заявление все хорошо духовное завещание и главное чтобы этот парень все услышал парень все услышал и быстренько как сказать воспылал воспылал но на самом деле какая-то как сказать с одной стороны выпивающая глупость этого человека с другой стороны жажда наживы конечно бесконечно я думаю а с 3 еще одна вот это что это за желание такое выдать замуж или что и куда ее девать еще любой ценой ну да так это то не это это не не сегодня за ними выдать замуж любой цену в конце 19 века что ты что я будучи отцами такого количества дочерей и что нам было бы очень сложно выдать замуж не знаю не уверен при том что они у нас раскрасаются да ну просто просто потому что приданное такое вот тебе чем больше дочери тем больше должно быть приданного да короче просто бабуля обманула молодого человека но опять же мы же не видели ее дочь может быть она вообще ну тут пишет ульхири пишет как не была уродливая дочь мне мы монте кристо не знаю журналист решил что она уродлива но это опять же с чего очень таскался вот тут сказано что часто бывавшую любит значит не настолько уродлива она была что он к ней таскался этого в гостишке то суть в том что развестись ему теперь было бы сложно и потому что об условиях разводов в то в те времена нам теперь вот денис иванович прочитал судебная газета за 1896 год о расторжении брака по нашему ныне действующему закону брак может быть расторгнут формальным духовным судом по просьбе одного из супругов только в одном из трех случаев в случае доказанного прелюбодеяния или неспособности к брачному сожитию в случае лишения прав состояния по судебному приговору и в случае безвестного отсутствия но в жизни нередко бывают случаи когда муж добивается перед начальством расторжения брака по причине занятия жены проституцией в виде промысла так например один злосчастный мещанин города черкес кондрат онищенко обратился в киевскую духовную консисторию с просьбой о расторжении брака его с женой на том основании что она уже давно занимается проституцией в виде промысла состояла со многими лицами в незаконной связи а он в период этого времени прижил незаконно со своей прислугой 7 душ детей из коих самому старшему уже 14 лет таким образом адюльтер со стороны обоих супругов продолжался около 15 лет между тем консистория не вняла глаз у вопиющего и подвергнула его на основании правил семилетнему церковному покаянию а брак оставила в своей силе находя что вопрос о прелюбодеянии вполне подтвердился собственным сознанием жалобщика в его прошении вот уж де санта барбара то то есть она изменяет вообще занимается проституции изменяет она она прям работает промысловая проститутка вообще привет промысловая не но имеется в виду что она какого дела работа на желтым билетом то есть очевидно она живет отдельно и соответственно какой не паспорт желтый билет да то есть промыслом значит это ее хлеб на проститутка видимо этого он доказать не может потому что она отсутствует да она не не рядом с ним а про себя все выложил и поэтому вот сколько там ему наказание какое церковное семилетнему церковного покаяние нет церковное покаяние вот что это расшифруй егор я не очень понимаю что это такое я не знаю это может быть поклоны какие-нибудь бить что-то еще а то есть когда старшему сыну его от дельтерн или ребенку общем да будет уже 21 год но проблема в том что суд не дал по сути узаконить ему детей его детей то есть он живет с другой женщиной 15 лет ну если ребенку 14 лет старшему и вы носа ответственно на дождь и называть эту женщину прислугой своей он не может он не может на ней жениться ему не дают разводиться и говорит а так ты сам виноват ну вот теперь давай а брак оставляем в силе в чем сакральный смысл вообще всего это я не я не очень понимаю мне ты знаешь еще что понравилось первый пункт по которому можно было просить развода в случае доказанного прелюбодеяния то есть он не может доказать что его жена проститутка при том что она желтым билетом она промысловая то есть как бы нет ее это ее это ее она взяла царь был поправить вид деятельности но при этом при всем действительно совсем непонятно видимо чтобы доказать это ему нужно ее привести в суд и чтобы она сказала в финал а ей это тоже не очень надо видимо потому что если он оверет если он помрет вообще его состояние достанется ей и она сможет они садить и незаконные дети останутся с этим этом всем человек прислугой которую называют человек детей петербургский листок до 1886 год сообщает нам следующую историю которая произошла на марсовом поле вчера переходя через марсово поле нам пришлось быть свидетелями ужасной сцены происходившей около павильона где накануне выдавали призы группа мальчиков из простонародья в количестве 10-15 человек мирно играли в какую-то игру не вдали от павильона на солнышке также мирно отдыхала рыжая собака вдруг без всякой видимой причины собачонка бросилась на одного из игравших мальчиков сделал в прыжок она вцепилась ему в кисть правой руки мальчик стал как мог отбиваться от разъяренного животного получив при этом при этой борьбе порядочные укусы обеих рук бросив свою первую жертву собачонка сделала еще один прыжок и вцепившись в плечо другого мальчика старалась укусить его за лицо на крик мальчиков сбежались плотники разбиравшие эстрады и павильоны явился и городовой ударом шашки он сбил собачонку с несчастного мальчика на землю и наступил ей на шею ногой окружившие городового плотники добили шестами собачонку проводив несчастных мальчиков до суворовской площади их усадили на извозчика и отправили с городовым в приемный покой адмиралтейской части туда же для исследования был доставлен и труп собаки это газета начала сентября был какой-то праздник накануне на следующий день но судя по тому что там призы раздавали накануне кошмарная ситуация конечно разбирает монтировщики разбирают сцену но этого я всего из монтировщики разбирают сцену до детишки играют себе как тут было написано мирный вдруг какая-то собака начинает кусать детей но с другой стороны видишь мы не знаем мне кажется либо писавший что-то не досмотрел потому что он сам себе противоречит несколько пишет что дети играли тихо на солнышке грелась рыжая собачка да ну как бы вдруг ни с того ни сего она кинулась она спала спала вдруг такая о пацаны иди сюда но тут тоже не могу не согласиться да есть некая несостыковочка почему она до этого нормально грелась и в общем никого не трогала а тут вот бросилась на детей да причем с такой яростью кусаться за лицо там с одного покусала выдают кусала хотелось бы вообще затронуть вопрос собак в городе потому что сегодня слава богу по крайней мере в петербурге и мне кажется в москве тоже в центре городов больших нету бродячих собак ну по известной причине их просто всех либо стерилизовали либо как сказать как это называется то убили но есть такое явление как и не дворовые собаки а вполне себе а домашние животные которые ведут себя подчас не хуже наоборот гораздо хуже чем вот такие вот собаки скажем бездомные из которых в общем взятки гладки ну чё они там бегают туда жизнь у них непростая а когда идет какая-нибудь там я не знаю дамочка и у нее без поводка и намордника несется какой-нибудь там ротвейлер ладно уже почти не встретишь и доберман слава богу но даже если это несется какой-нибудь уж не знаю там даже бегать уж какая милая собачка но если она прыгает на ребенка поиграть ребенок то вообще может не хочется играть любили там даже господа собачники если вы вдруг смотрите особенно владельцы небольших собачек которые вам кажутся без обидными вот мы как отцы маленьких детей уверяем вас что для маленького ребенка ваш карликовый пудель это огромная псина потому что когда он стал поднимается на задние лапки установится размером с этого ребенка просто вот представьте если на вас несется мастиф он несется с вами поиграли алабай решил вдруг вам рыгнуть на вас поиграть немножко хотел бы я посмотреть лизнуть хотел бы я посмотреть на вашу реакцию дорогие друзья вот но дело-то не в этом дело в том что вообще держать в городе собаку это издевательство прежде всего над животным вот и все это мое глубокое убеждение какая бы собака не была потому что все собаки так уж случилось в жизни человечества выведены для определенных целей которые в городе не преследуются поэтому собака бедная нищая есть вот это вот это ну такую пожалуйста рыбу каплю но есть они рыбы на руке вот и есть домашние собачки ну какие например ну какие баллонки вот баллон хорошо шпиц и баллон баллон весом а мне кажется что ее выгуливать ее как-то в на руках как не уверяют скажем так люди которые настолько сильно любят собак что значит они убирают но кто-то же оставляет эти кучи и на детских площадках и в парках и на газонах и на про и везде но факт остается фактом как не кровь вообще честно говоря безумно жаль мальчиков которые попали в такую непростую ситуацию вот и собачонку в общем жалко но в этой ситуации по-другому видимо никак не городовой уж тем более не монтировщики сцены как мы их окрестили до выйти более достойно из этой ситуации не смогли ну хотя я думаю что в современных реалиях те же монтировщики которые увидели такое увидели подобную ситуацию разобрались бы точно также никто бы даже не думал о том что как бы собачка тоже вот бедные несчастные нет когда она кусает детей тут вариант в общем один вот но на этой счастливой ночи да да ну надо сказать вот о чем мы тут читаем газеты читаем газеты а был в девятнадцатом веке один знаменитый читатель газет федор михайлович достоевский кстати сказать да очень любил он криминальную хронику как в общем и мы в какой-то степени в одном из его знаковых произведений преступления и наказания была замечательная старушка проценщица я думаю все вы об этом прекрасно знаете а мы находимся сейчас в доме где писатель поселил свою старуху проценщицу он так и называется дом старухи процент буквально в подвале под старушкой до старушка жила чуть выше так сказать на несколько этажей а мы находимся в подвале этого замечательного здания оказались мы в этом подвале благодаря нашим друзьям которые открылись здесь в доме старухи проценщицы замечательное арт-пространство и магазин петербургских сувениров так что если вы будете в этом районе и вообще в петербурге не забывайте заехать на среднюю подьяческую дом 15 и посетить замечательное место где бабуля друзья подписывайтесь на все наши социальные сети ссылки на них есть в описании под этим роликом оставляйте пожалуйста свои комментарии они очень важны для нас и ставьте лайки лайки и комментарии помогают продвигать это видео его увидит гораздо больше народу это были не свежие новости пока а а и Продолжение следует...